Всем привет! Знаете, почти не записал сегодня подкаст по множеству разных причин, конечно же, но самая главная причина была то, что мне столько всего надо сегодня делать, и вот у меня вот есть вот свободные там 40 минуточек, и я, ну, не хотелось их забивать, а потом я подумал, а что я буду делать? За 40 минут я не отдохну, за 40 минут я телевизор не посмотрю, за 40 минут я ничего не сделаю приятного для себя толком, поэтому я решил, ну, в смысле, мне это приятно делать, но вы понимаете, о чем я говорю, перерыв, 40 минут перерыв, ну, толку нету на самом деле для меня, по крайней мере, сегодня, поэтому что? Что? Мы здесь, добро пожаловать на подкаст, апдейты, 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 короче, номер один, этот учитель, с которым у меня был биф, все, бифом уже даже не пахнет, просто, он настолько прям приятный и вежливый со мной, мы вот даже в четверг уходили вместе со школы и болтали очень на приятные даже темы, я не помню, если честно, про что уже вот эти вот маленькие разговоры мне не запоминаются, но это было очень приятное общение, очень приятное общение, и, блин, я не знаю, что случилось, но все, бифа больше нет, поэтому, к сожалению, никаких пикантных подробностей у меня для вас нет в этом плане. Что еще, что еще? Новая музыка у меня в работе сейчас, у меня выходит, вот, у меня уже почти готов сингл апрельский, и я очень-очень excited по этому поводу, потому что эту песню я написал еще летом прошлого года, и ждал, мне все чего-то в ней не хватало, и, наконец-то, я нашел решение, и я очень рад, вот, поэтому тоже ждите апдейтов по этому поводу, будет очень прикольно, я сейчас делаю много музыки, на самом деле, несмотря на то, что я занят как никогда, я делаю больше музыки, чем я делал когда-либо, это приятно. Вот, я хочу поговорить о том, о чем я с вами не говорил вообще, практически ни во влогах, ни в подкастах, вообще ни о чем. Окей, сейчас я вам расскажу и покажу тоже быстренько. Сегодня, сейчас мне тут надо сделать ревью, это очень важно, окей, секундочку, сегодня я 84 дня трезвый, о да, о да, о да, о да, так скажем, такой небольшой собрайти джерни у меня приключился, и почему я начал это делать? Я не могу сказать, что у меня есть проблемы с алкоголем, я не могу сказать, что у меня есть какая-то зависимость, что я алкоголик, что что-то такого, я не могу сказать, потому что у меня таких проблем как таковых нет, я могу и пить, и могу не пить, и абсолютно спокойно отношусь к тому, чтобы не пить, у меня нету никаких проблем в этом плане, слава богу. В прошлом году, прошлый год был для меня очень сложный И я думаю, некоторые из вас знают В прошлом году я очень-очень боролся с идеями identity Я не понимал, кто я, и я немножко потерял себя Я пытался цепляться за все, что я мог И очень было сложно Плюс еще много стресса с рабочими моментами Много стресса просто с лишними моментами Я ничего не понимал и не мог разобраться ни с чем И мне было сложно И поэтому в прошлом году, мне кажется, за весь прошлый год Я просто выпил рекордное количество алкоголя Просто в моей жизни И у меня есть такая проблема Что я могу выпить много Я могу выпить очень-очень много И это нехорошо Это нехорошо ни для кого Ну, в смысле, для меня это нехорошо Для моего здоровья это плохо Мне там, допустим, мои друзья выпьют два коктейля Им уже хорошо Мне, чтобы дойти до их уровня, нужно выпить там коктейлей пять И это мне дороже И больше алкоголя в моем теле И это нехорошо Потому что это все-таки яд И это очень плохо Это номер один Номер два У меня, как правило, нету hangover особо Но это потому, что я еще пью всякие supplements Когда я пил Я знал, что я вот сегодня буду пить И поэтому я выпил supplements, чтобы это hangover остановить И поэтому это было хорошо Но мозг все равно был немножко туманный Вот В прошлом году, конечно, я сходил с ума И в прошлом году я постоянно тусил Постоянно где-то гулял Постоянно что-то делал Постоянно пил, естественно В прошлом году я пил, наверное, ну, три-четыре раза в неделю Серьезно Слава богу, это никак не отражалось на моей работе и продуктивности Но это отражалось на том, как я выглядел Какой я был уставший Уровни энергии В общем, нехорошо, это было нехорошо И после моей поездки в Корею Ну, там я пил, конечно же Что, с ума сошли После моей поездки в Корею Я хотел вообще сделать там небольшой челлендж такой для себя И не пить месяц до поездки в Корею Вот, но я этого не сделал И потом после поездки в Корею В Корею у меня был просто полнейший spiritual awakening Мне Знаете, вот когда вы знаете Что вы не один И не одна И вы принадлежите чему-то большему, чем вы Это очень приятное, теплое чувство Возможно, не для всех Возможно, мне это было очень нужно Невозможно, а мне это было очень нужно И я нашел какой-то более глубокий смысл в жизни И мне просто стало Жизнь заиграла новыми красками Мне просто стало приятнее Мне захотелось улучшать себя во всех аспектах После этой поездки в Корею И после поездки в Корею Я бросил пить Вот, на... Ну, до декабря я не пил Потом в декабре я там сходил на ивент И там я выпил, и потом еще, ну, там, ближе к Новому году Я там с друзьями немножко посидел И тоже выпил И все И потом снова перестал И вот с тех пор, 84 дня, я уже трезвый И мне это очень нравится Мне нравится это по нескольким причинам Причина номер один Это то, что я чувствую больше энергии И мне сейчас очень нужна энергия Вся энергия, что я могу для себя найти Мне это сейчас очень нужно Потому что жизнь заиграла новыми красками У меня новые цели Новые амбициозные какие-то дела и вещи И поэтому пить не входит в это все дело Вот, я не скажу, что я не пью для здоровья Я просто пью для, ну, ментального здоровья, наверное В смысле, не пью, боже мой Я не пью не для здоровья больше А для физического тела А для ментального здоровья Потому что даже когда я пил Очень часто и очень много в прошлом году Я не чувствовал на самом деле Никаких прям супер негативных эффектов На моем теле и на моем организме У меня был один бендер вообще Если вы учите английский язык Там слово бендер Бендер это когда вы You go on a bender Это значит вы пьете много дней подряд И у меня было парочку таких бендер В прошлом году И вот после такого Да, я чувствовал себя отвратительно просто Просто У меня не было hangover Да, но у меня болели локти Колени, спина, шея Все болело Зубы болели Все болело Глаза болели Все болело Это было ужасно Просто никому не рекомендую И не надо так делать Вот Но я был в довольно-таки Мрачном, темном месте В прошлом году Вот И Да Мне очень это нравится Это не навсегда Моя цель сейчас Это дойти до 100 дней И потом посмотреть Что я хочу делать Но Что я узнал о себе Ну посмотрим Что Скорее всего я продлю это дело Вот Но что я узнал о себе За это время За эти 84 дня Что я не пью алкоголь Вообще Я узнал то, что Я не поддаюсь Peer pressure Я никогда об этом Если честно раньше Не думал вообще Поэтому я не знал Насколько я хорош С peer pressure Или нет Peer pressure Это когда Знаете Вы из-за давления На вас Какого-то внешнего Принимаете решения Которые возможно Вы не хотели бы принимать Но из-за того Что люди давят на вас Я не поддаюсь Peer pressure вообще Если честно Чтобы вы знали На свой день рождения Я не пил Я собрался с друзьями Мы пошли в ресторан Все пили кроме меня Я пил Coke Zero Чтобы вы знали И воду Вот И вообще Я себя не чувствовал Абсолютно Изгоем И никак вообще По этому поводу Мне предлагали Let's take shots Давай вот это Ну выпей чуть-чуть И я абсолютно спокойно Нормально говорил Нет Спасибо Вот И Я не такой Дисциплинированный человек И у меня на самом деле Самоконтроля И силы воли Особо нету И я начал думать Над этим вопросом И я понял одну вещь Что дисциплина Ну я уже говорил В этом подкасте Когда я отвечал На какой-то вопрос Дисциплина у всех Выглядит по-разному И Мое Изображение Дисциплины В моей голове Всегда было Что я должен себя Не то чтобы заставлять И наказывать Нет Это должно быть легко Типа я такой ответственный И такой дисциплинированный И я там ради Светлого будущего Могу чему-то отказать И для меня Это никогда не работало Когда я в прошлом Садился там на диеты Или хотел там Тело привести в порядок И я всегда С этой С этой точки зрения Пытался к этому Так скажем Относиться И Для светлого будущего И Никогда у меня не получалось Никогда Сейчас Я это не делаю Для светлого будущего Сейчас я это делаю Тупо потому что На каждой дневной основе Day-to-day basis Я чувствую себя Хорошо Вся дисциплина Которая у меня сейчас Есть в жизни Это не Это не такая дисциплина Это дисциплина Очень короткосрочная Смотрите Я не пью алкоголь Потому что Я чувствую себя хорошо Ментально Физически В целом И у меня много энергии И мне нужна энергия Я хочу Я не хочу быть уставшим Просто Очень элементарно Это номер один Номер два Я хожу в тренажерный зал Наконец-то Снова И Я питание Наконец-то свое Привел в порядок И я Питаюсь сейчас Очень хорошо В плане Ну Очень здоровой пищей И Я это очень И я делаю это лучше Чем когда-либо делал Сейчас мне пофиг Вообще На какие-то там На какую-то там Эстетику тела Или еще чего-то такого Раньше Когда я всем этим Очень-очень Увлекался Я никогда не мог Это сделать Потому что я слишком Я всегда Вот опять-таки Думал про светлое будущее Я всегда думал Вот надо вот Потому что Потому что Потому что Вот Сейчас я это делаю Только потому что Я чувствую себя лучше Я поем Хороший Небольшой Но очень здоровый Такой Мил И я чувствую себя Хорошо Я не чувствую себя Сонным Или уставшим Я схожу в тренажерный зал И я чувствую себя Весь день Хорошо Я чувствую Вот этот прилив Энергии И я сплю лучше А сон Это вообще Отдельная проблема Сон Это самая большая проблема В моей жизни Потому что Я не могу Отключить голову Не могу спать Не могу лечь вовремя Не могу спокойно спать Сплю мало И сплю плохо Сейчас Опять-таки Я вот Из-за того Что вот у меня Вот такой Знаете Domino effect пошел Я хорошо питаюсь У меня есть Физическая активность И бам Под конец дня Я уставший И я хочу спать И я сплю Я ложусь И примерно Нужно 60-90 секунд Чтобы я уснул Раньше у меня Не было такого никогда Раньше я мог Три часа Лежать Просто Смотреть в потолок Я мог вообще Почти всю ночь Лежать Смотреть в потолок Потому что У меня ни в одном глазу Не было вообще Никакого намека Даже на сон И Меня это навело На такие мысли Мысли это вот такие У Димы Пистоляка На канале есть видео Там он с каким-то доктором Чего-то там Разговаривал И Они пришли К такому выводу Что Есть три Pillars Как это называется Три Столба Три В общем Три Главных Элемента И если они У вас не приведены В порядок В жизни То вы даже Не можете надеяться Что что-то еще Вы приведете В порядок Это физическая активность Питание И сон И я сейчас На данный момент В своей жизни Я чувствую себя Лучше всего Лучше чем я когда-либо Себя чувствовал Я как будто заново Родился И Я подписываюсь Просто под этим На сто процентов Сейчас Это первый раз В моей жизни Серьезно Я сейчас Абсолютно не вру Первый раз В моей жизни За всю жизнь Когда мое питание Физическая активность И сон В полном порядке Я чувствую себя лучше В эмоциональном И ментальном плане Я более позитивен И Просто Я готов на все И я когда попадаю В этот момент И I'm in the zone Меня не остановить Я столько всего Сейчас делаю Вы говорите Как Веня так все Успевает делать Столько он всего делает Да Я сам в шоке Но Такого раньше не было Раньше я себя заставлял Раньше я Мучился И Это надо делать И я вроде Люблю это делать Но это надо делать Это самое главное Сейчас Я играю Все что я делаю Я играю И развлекаюсь Снимаю видео Играю Развлекаюсь Создаю новый курс По английскому языку Сейчас я доделываю Курс по Тойфлу Большой И я играю Развлекаюсь Прихожу в школу Английского языка Преподавать английский По вечерам Я отдыхаю Развлекаюсь И играю У меня нет работы Я безработный Потому что У меня нету Вот этого тумана В голове Который у меня был Всю мою жизнь Просто Я всегда был Довольно-таки Позитивный И продуктивный И бла-бла-бла Но в этом плане Не поменялось Ничего Но поменялось Но поменялось Что в самом Фундаменте Этого всего И все остальное Стало лучше Да Блин И я очень хотел Этим поделиться Возможно Это кому-то поможет Тоже Если вы Хотите Вот этих вот Импровментов В жизни И вы искали Какой-то Мотивейшн Инспирейшн Просто В целом То Вот я хотел бы Вам дать Вот это вот Вы От того Чтобы чувствовать себя Намного лучше Всего в трех шагах Питание Физическая активность Сон Если это у вас Не налажено То вы больше Ничего не наладите И Блин Я Ну Никогда Не Слышал Более Правдивые Вещи В своей Жизни И я всегда Это слышал Но я никогда Не верил И сейчас Я на себе Это испытал И я понял Насколько Все просто Знаете Fell into place Все просто Встало на свои места После того Как я наладил Сон Питание И Физической активности Поэтому я Крайне Крайне Вам рекомендую Об этом задуматься Необычное Начало подкаста Но я очень хотел Это же все-таки подкаст Я же базарю Я очень хотел Этим поделиться С вами Потому что Это Самое большое Major change Изменение В моей жизни В этом году Которое Поменяло Все Все Я как будто Стал другим Человеком Насколько Мой разум И мое Ментальное состояние Стало сильнее Ничто Меня не сломает Ничто Меня не вгоняет В истерики И Яростные Эпизоды Как раньше Могло Сейчас Я как будто Бронежилет У меня Как будто От всего Негативного Что происходит И В связи с этим Я принимаю решение Лучше как Найти решение Этой негативной Ситуации И я нахожу его быстрее В общем Крайне рекомендую Крайне Крайне рекомендую Ну а если у вас Проблемы с зависимостью От алкоголя Или каких-либо еще Субстанций Обратитесь за помощью Вы Один Не сможете Это сделать Это факт У меня Таких нет Но я знаю Людей у которых Они есть И они вам Скажут то же самое Вы не сможете Сделать это В одиночку Вам нужна помощь Обратитесь за помощью Вот это такое Public service announcement Как говорится Окей Давайте перейдем Конечно же Самому The meat Of the podcast Как говорится К мясу Мясу Страшно Окей Вопрос Эмейл Сегодня у нас Эмейлы Если вы хотите Написать мне тоже Эмейл Информация на экране Либо в описании Под этим эпизодом Как написать Эмейл Куда И с какой Подписью И если Но если вам Непринципиально Этот вопрос Анонимный или нет То вы просто Оставьте комментарий Под этим видео На ютубе И все Мне сейчас 17 лет Ну Как мне Я недавно узнала Что поступила В американский вуз На бакалавриат Я наполовину Осуществила свою мечту Ой я помню Этот момент Я узнал чуть пораньше Я узнал когда мне было 16 лет Я еще был в 10 классе Когда я узнал Но тем Нет 17 В общем Когда-то тогда Я узнал тоже Это было кайф Наполовину Потому что Еще не начала учиться Ну естественно Так как моя ситуация Очень схожа С лично твоей Ох вы прям Прочитали мой мозг Мысли в смысле Какой совет Ты можешь дать мне Чтобы хорошо Подготовиться К учебе в США Чтобы легче было Ассимилироваться Хорошо выучить Современный сленг Может нужно иметь ввиду Какие-то культурные аспекты Или есть какой-то Must have фильм Поделись своим опытом И как подготовить себя К разлуке Подготовить себя К разлуке С семьей Я очень привязан К своим родителям И сестре И это пока единственное Что меня больше всего Пугает И чего я боюсь При переезде Спасибо Окей Во-первых Поздравляю Очень большое дело Я на своем опыте Знаю Как сложно Какой сложный путь Ты проделала И это просто Это не просто аплаз Это Thunderous applause Громыхащие аплодисменты Так вот Как подготовиться Номер один совет Самый главный Keep an open mind Потому что это Другой менталитет Другая страна Другая культура Другие люди И там будут вещи Которые возможно Тебе непривычны И возможно Вещи о которых Ты никогда не задумывалась И не думала Keep an open mind Номер один Номер два Когда ты поедешь учиться Очень важно Не Это сложно Потому что учеба Конечно это важно Цель и миссия Того Что ты приехала в США Но Не отстраняйся От каких-то Социальных активностей И социальных контактов Тоже Учеба может быть Безумно Crazy просто Но Ходи на вечеринки В общаге Ходи туда Ходи сюда Создавай вот эти вот Connections И общайся с людьми С американскими студентами С международными студентами Со всеми Не убегай ни от кого И будь просто открыта К вот этому Социальному аспекту Это очень 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 важно Crucial просто Это то что я сделал С самого первого дня И ни разу не пожалел Потому что Ну В таком возрасте Переезжать в США Или приезжать в США Учиться Ну если Твоя цель Остаться То в таком возрасте Это очень странно Потому что Ты как бы Выросла Родилась и выросла В одной стране С другой культурой С другим языком И сейчас Ты как бы еще ребенок Но уже не совсем И сейчас Ты будешь В вот эти вот Свои фундаментальные Важные Года В другой стране В другой культуре В другом менталитете В другом языке И И поэтому Тебе нужно просто Как губка Боб Впитать все В себя И Ты уже сама Сделаешь выводы Что тебе нравится там Что тебе нравится здесь Что перенять Что знаешь Такой гибридный человек Да Как Приус Да Я такой же Я Приус Тоже Вот поэтому Это очень круто И это очень-очень важно Современный сленг Да Потому что Все дети Вот твоего возраста Они будут Да Все будет Вот это вот Риз Стенд он бизнес Все вот эти вот вещи Надо мной Недавно смеялись Что я Когда жестикулировал И показывал телефон Я показал вот так Для всех аудиослушателей Я показал руку У меня большой палец Вот так вот вытянут Как будто я говорю Хорошо и мизинец выйти. Телефон. Вот так вот я показываю. На самом деле надо показывать вот так вот. Для всех слушателей у меня просто ладошка. Вот так вот. Смартфон. Вот так вот надо. Не вот так вот, а вот так вот, оказывается, надо. И надо мной вот такие вот дети, как вы, смеялись недавно. Не злобно, в смысле, а так. С юмором. И это очень забавно. Поэтому, да, современный сленг выучить надо. Для этого открой Инстаграм, открой ТикТок, открой Reddit, открой YouTube. Там все есть. Просто обычные какие-то видосы, лайфстайловые или какие-то разговорные молодых людей в Америке. Культурные аспекты. Самое сложное в культурных аспектах это референсы к поп-культуре. Но, слава богу, есть интернет, вы можете просто загуглить. Pop Culture References. Или American Pop Culture References. И там вы найдете все фундаментальные, важные цитаты из фильмов, которые заре-дефайнили просто культуру всего народа и всей страны. Это нормально. Что такое? Bye, Felicia. Что такое? It's my money and I need it now. Что такое? Кто такое? Кто такое? Это Jake from State Farm. Вот это вот все вот эти вот моменты, которых, ну, вы бы не знали, не находясь в Америке. Интернет поможет совсем. Вот. Must have film. Ну, я не знаю, для вашего возраста, я не знаю, к сожалению. Хоть 17 лет, но все равно между нами 11 лет разницы, я вас не знаю. У меня брат столько лет, я не знаю. Че ваше время. Вы родились в 2006 году, получается. Я не знаю, какие у вас, вашего поколения, фильмы. У нас, например, такие фильмы, как Big, Tom Hanks, я недавно своих адвент студентов заставил его посмотреть на уроки, и у нас был даже квиз по нему. Ну, прям важные культурные фильмы. Что еще? Citizen Kane, не буду говорить, это супер-супер-супер-претентис. Pulp Fiction, да. Что еще? Не могу вспомнить. Ну, Fight Club, конечно же. Donnie Darko. В общем, я не знаю, зачем я это сейчас перечисляю. Для вас, я не знаю. У вас, ну, какие 2000, ранние 2000-е годы. Ну, там, я не знаю. Человек-паук с Эндрю Гарфилдом. Блин, я не знаю, если честно, простите. Не могу сказать про это. Ну, и разлука с семьей. Ну, это то, чего невозможно избежать. И часовые пояса такие безумные, что будет сложно держать контакт. Но просто старайтесь делать это. Вот я, например, на этой неделе, я плохой сын. Я не позвонил еще ни разу на этой неделе. Я должен был сегодня утром. Но я забегался и забыл с утра. Я снимал столько всего. И, короче, я забыл. Я плохой сын. Да, мои родители могут меня отменить. Я не буду. Закенцелить они могут меня. Я не буду зол. Я заслужил. Поэтому вот это вот я с этим не могу помочь. Я один из худших сыновей на этой планете, на самом деле. Потому что я забываю постоянно, что у меня есть родители. Ну, это очень ужасно звучит. Не то, чтобы я забываю, что у меня есть родители. Я забываю, что я чей-то сын. Постоянно. Я никогда не думаю о том, что я чей-то сын. Я это я. В этом мире я никто. И я пытаюсь что-то делать. И я знаю, что я это я. Я, слава богу, знаю, кто я. И я знаю себя. И я знаю, что мне надо делать. А что я чей-то сын, я забываю. Поэтому меня не спрашивайте. Спросите кого-то, кто лучше, чем я. Я таких людей много. Спасибо за вопрос. Двигаемся дальше. Меня всегда интересовал английский язык, но сначала я не понимал, что именно мне хочется достичь, изучая его. Важные вопросы. Мне просто хотелось понимать и бегло говорить. Просто почему? Но при поступлении в университет я выбрала специальность, никак не связанную с английским. Поступала вместе с друзьями на одну и ту же в то время популярную специальность. Ой, самое худшее, что вы можете сделать. Параллельно с учебой занималась английским. Здорово. Позже нашла работу и продолжала изучение английского. Брала курсы, посвятила им пару лет с перерывами. Совершенно случайно на работе познакомилась с иностранцем из штата Колорадо. Узнала, что он преподает студентам в нашем университете. Класс. Он оценил мой уровень знания английского и посоветовал стать преподавателем. Вау. Я посетила его лекции в университете и познакомилась с его студентами. А недавно меня попросили преподавать английский. И сейчас мне очень хочется попробовать и в то же время очень страшно. Как бы ты поступил? Вы знаете, как бы я поступил. Когда страх — это единственная отговорка, надо делать. Надо делать. Страх — это ничего. Страх — это... Ну, нет, страх — это важно. Страх — это... Я поздравляю вас, вы адекватный человек, во-первых. Простите, забыл сказать. Во-вторых, страх — это... Как я это вижу, по крайней мере? Я могу быть абсолютно неправ. Но для меня страх — это, знаете, это знак того, что это надо сделать. Потому что если не страшно, то толку-то. Типа, мне зубы чистить не страшно, я это делаю на автомате. Знаете, мне, я не знаю, носки надевать не страшно, я делаю это на автомате. Я об этом не думаю даже, да. Есть мне тоже не страшно, я это делаю. Вот, и когда я о чем-то думаю, чтобы что-то сделать, и у меня, знаете, небольшие нервишки и страх, для меня это как знак того, что это нужно сделать, наоборот. Потому что всегда все самые крутые вещи в этой жизни, они скрываются по ту сторону страха, они ждут там. Вот, это я так, по крайней мере, думаю. Поэтому, конечно, надо делать. Это даже не вопрос. Надо, 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 надо. Окей. Хронометраж? Окей. Привет, Веня, я миксинг-инженер, живу в Казахстане. Привет, Казахстан. Уже много лет проб... Ну, в смысле, я не подумал, что вас так зовут, я знаю, что такое Казахстан. В смысле, я Казахстану передаю привет, вот что я имею в виду. Уже много лет пробую выйти на американский рынок, есть постоянные клиенты. Это очень здорово, уже супер-классно. Но ты точно понимаешь, что инженерная работа не монетизируется пассивно. Монетизируется пассивная инженерная работа. Вы можете продавать эти шаблоны, шаблоны, templates. Вы можете продавать vocal chain templates. Вы можете продавать какие-то session templates. Вы можете продавать какие-то routing templates. В интернете все это очень важно. Люди не хотят платить инженерам, таким как вы, к сожалению. И они хотят делать сами, даже если у них займет на это 300 лет. И вы можете на этом тоже это монетизировать, вы можете на этом капитализировать, и вы можете продавать таким людям, которые хотят делать сам vocal chain templates, session templates и всякое такое, не говоря уже про образовательные продукты. Это вот все, что я думаю. Мы не получаем royalty как продюсеры. Ну, если вы tracking engineer, ну, опять-таки, зависит, да. Ну, в целом, да. У нас нет продуктов в лизинг, как у битмейкеров. А я хочу создать системность. Курсы — это отдельная часть. Ну, да, образовательный продукт — хорошо, но новые скиллы, изучайте новые скиллы. Если вы миксинг-инженер, вы уже на 100 шагов впереди любого другого рядового продюсера, трекинг-инженера или кого-то еще. Научитесь продюсировать. Изучите музыкальную теорию, научитесь продюсировать. Это вообще суперклассно. В наше время уже, видите, в наше время проблема заключается в том, что раньше говорили как? Выберите один путь, одну стезю и прям прите до конца. Туда. Полностью. Double down. В наше время сейчас важно быть мульти-хафенатным. Мульти-хафенатным. Что это такое? Мульти-хафенатным. Мульти-скилловым человеком очень важно быть. Очень важно. Вы не можете уже быть просто миксинг-инженером или просто трекинг-инженером. Так уже не работает в наше время. Сейчас вы должны быть и миксинг-инженером, и продюсером, и трекинг-инженером, и вокальным аранжировщиком. И, ну, в общем, изучайте новые скиллы, продолжайте изучать новые вещи. Все равно это же не я миксинг-инженер, и еще я архитектор. Две разные вещи. Конечно, это сложно. Но это все в одной индустрии, это все в одной сфере. Вы и миксинг-инженер, вы и продюсер, вы и мастеринг-инженер, вы и трекинг-инженер, вы и песни писать умеете. Сколько возможностей у вас. Просто я прихожу на сессию, и меня на сессию зовут как колл-райтер, да, написать для кого-то песню. Так я еще сел и помог спродюсировать эту песню, я написал ее, я еще написал слова, я заоренджил вокал, я еще записал этот вокал, и я еще смиксил, и я еще смастерил. То есть я вместо того, чтобы заработать X, я заработал как минимум 10X. Понимаете? Только из-за того, что у меня имеются эти скиллы. И поэтому это очень-очень важно. Очень важно. На протяжении нескольких лет изучаю маркетинг и бизнес-процессы для того, чтобы собрать команду и строить из этого бизнес. Пробовал работать с маркетинговым агентством, но специалисты на нашем рынке не особо понимают, как работать с иностранной аудиторией. Потому что это две абсолютно разные аудитории. Даже вот просто вот эти вот все прогревы, вот это вот все, что я ненавижу, но делаю иногда. Потому что это, ну, видимо, не видимо, а цифры показывают, что это работает на русскоязычную аудиторию. С аудиторией остального мира это не работает. С аудиторией остального мира я там в Инстаграме запостил одну стори, где я с фильтром усы вот так вот просто смотрю в камеру и ничего не говорю. Просто фотка с селфи и никакого текста, просто ссылка на курс у больше конверсии, чем я там прогреваю, развлекаю, разогреваю, я не знаю, утепляю. Я не знаю, как это называется, но абсолютно разные аудитории. Поэтому, конечно, не знают. Не знают, потому что и не должны. Как бы. Хотелось бы, ну, было желательно, но не знают, потому что это разные, это абсолютно разные индустрии. Маркетинг в русскоязычной сфере и маркетинг для всего остального мира это два разных маркетинга просто, когда переучиваться полностью. Среди учеников у меня есть парни, которых я уже могу взять в команду. Это очень классно. Правильно. Культивируйте талант, культивируйте своих людей, поднимайте их вместе с собой. Это очень-очень важно. Для чего мы это все делаем тогда? Только для себя. Надо же что-то оставить еще за собой и поднять других людей вместе с вами. Правильно. Вы делаете все правильно. Кроме того, что вы не осваиваете другие скиллы в индустрии музыкальной. Запартнерились с друзьями и доделываем сайт, где также объединили услуги дизайна. Запускаем соцсети для продвижения. Пока, скорее всего, для склаживания акцента будем использовать AI-инструменты. Окей. Хотел бы, тебя слышали, какие-либо советы в работе с американскими артистами? Уже сказал. В основном начинающими, так как артисты подписаны на лейблы, обычно не рассматривают аутсорсинг. У них все по контракту. Не всегда. Не всегда. Сейчас лейбловая работа, она отличается от того, какой она была даже 10 лет назад, например. Даже 5 лет назад, боже мой. Все по-другому. И сейчас у большого количества артистов больше креативного контроля. И они сами отвечают за все. И сами распоряжаются своим же артистическим бюджетом. Очень многие, на самом деле. Хотел бы дополнить и узнать больше об их болях и про небольшие студии. С ними тоже планирую сотрудничать. Ну, студии, по крайней мере, пока что не поменялись. Насколько я знаю, вы идете как интерн и прорабатываете дальше, нарабатываете опыт, коннекшены и всякое такое. О их болях. Узнать о их болях. Да у них нет болей. У них все нормально. Болей нету. Есть бюджет, есть специалисты, есть результат. Болей нету. Поэтому не знаю. Все, что я могу сказать, это вот про вот этих вот начинающих ребят, у которых нет бюджета и нету денег там кого-то нанимать постоянно, на каждую песню делать миксинг-мастеринг. И они хотят научиться сами, чтобы было дешевле и быстрее и проще. Поэтому учите их, либо учите их, либо дайте им какую-то волшебную таблетку, чтобы они могли это сделать эффективно. И также я рекомендую вам войти в индустрию плагинов. Вы можете создать плагин. И даже не один. У меня есть вот знакомый, который уже второй свой плагин выпустил со своей небольшой абсолютно командой. И эти два плагина, которые он сделал, они очень крутые. И я ими пользуюсь. Поэтому, ну, этот друг, конечно, он тоже известен и популярен, знакомый в смысле. Но все равно это очень круто. Вы можете это сделать. У него абсолютно небольшая команда. Вы можете тоже. Поэтому вот такой хронометраж. Окей, мне пора уже закругляться. Давайте еще один вопрос сделаем. Так, секундочку. Короткий. Привет, меня зовут... Ага, мне 22. О, как мне? Я из Украины, пишу песни на английском языке. Прошу послушать песню и дать совет по произношению. Даже если не послушать, спасибо за время. А почему бы нет? Меня, надеюсь, не заблокируют? Давайте я от микрофона отойду. На всякий случай. Буду говорить постоянно. Помимо этого. Окей. Окей. Пока ничего не понятно. Но это специально так. По этой эффекту. Окей. Неплохо. Классно. Хорошо. О. Хорошо. С произношением нет проблем. Все хорошо. Есть проблемы просто с подачей. Есть проблемы с подачей и... Ну, просто delivery вот этого всего дела. Ну, произношения нет. Но когда ты вот это вот исполняешь, да, у тебя супер нейтрально. Супер нейтрально и супер стандартно и супер по-простому. No sunshine through my window. Да. А можно как-то сделать это интереснее? С голосом поиграться как-нибудь, да? No sunshine through my window. Ну, какие-то сделать ударения, да, на какие-то слоги как-то чуть модифицировать, например, да. Поиграться немножко с таймингом, чтобы это не было... No sunshine through my window. А может быть, например... No sunshine through my window. Ну, что-то типа такого. То есть поиграться с cadence, поиграться с ритмикой и поиграться с голосом. Но это придет с опытом. Вот. Но с произношением нет проблем. Абсолютно все супер-супер классно. Это был очень короткий вопрос, поэтому давайте еще один последний. Окей? У меня есть такая проблема, которая меня часто беспокоит. У меня за прошедшие 4 года не было guy friends. Друзей мальчиков, ага. В реальной жизни, только в интернете. И я даже представить не могу иметь guy friends в реальной жизни, не просто в онлайне. У меня они были раньше, но потом я came to conclusion, пришла к выводу, что не существует дружбы между мужчиной и женщиной. Come on. И то, что в конце концов они влюбляются в друга и нет других вариантов событий. Ну, come on. Но в то же время я думаю, что она существует. То есть вы не думаете, но и думаете. Окей. Я переживаю, что кто-то подумает, что мы пара и будет нас шиперить. Был такой experience. А что бояться-то? Но я хочу общаться в реальной жизни, дружить со своими guy friends. У меня вопрос. Как бы ты поступил в такой ситуации или какой совет можешь дать? Заранее спасибо. Люблю твой подкаст, кстати. Keep it up. У меня много girlfriends, на самом деле. Много. Во всех смыслах. Не, шучу, 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 шучу. Об этом может быть в следующий раз. Существует. Я считаю, существует. У меня есть много подруг. Абсолютно платонических подруг, с которыми у меня никогда ничего не было. И у меня нет абсолютно никакой даже страсти, влечения или симпатии к ним. Потому что вот есть женщина. Она очень приятный человек, с которым мне приятно общаться. У нас есть много общего. Но она не мой типаж. В романтическом плане. Абсолютно адекватно, абсолютно нормально. Да. Конечно, да. Когда вас начинают шиперить, возможно, это как-то некомфортно и неудобно может быть. Я понимаю прекрасно. Но какая разница? И пусть, и что? Вот я со своей подругой, например, иду ланч. Да. Кушать. Просто подруга. Просто обычная подруга. Ничего вообще. У меня с ней ничего никогда не было. Нету. И не будет. Точка. Просто точка. И мы оба с этим согласны. Она моя подруга. Но в целом, она очень привлекательная девушка. Я адекватно, объективно могу это видеть. И она, может быть, мой типаж внешне. Но я понимаю, что в каких-то лайфстайл вещах у нас не будет, у нас не будет коннекшен. И мы будем вот так вот постоянно. И не хочется даже в это влезать. Мы оба это понимаем. Она это понимает. Я это понимаю. И мы просто друзья. И все. И абсолютно все. И ничего больше. И да, допустим, я с ней ланч еду. Еду. Ем с ней ланч. И люди за седним столом на нас смотрят и думают. О, они пара. Ну и пусть думают. Какая разница? Что? Я этих людей не знаю. И я, скорее всего, их никогда больше не увижу. Какая у меня разница, что они думают? Вот. Поэтому я не знаю. Я верю в то, что дружба между мужчиной и женщиной может быть. Потому что не все женщины этого мира, которых я нахожу привлекательными, идеальные романтические партнеры для меня. Потому что, ну, в этом чуть больше есть, чем просто физическое, физическое влечение или какая-то симпатия общая. Да? Там больше нюансов, на которые я, как зрелый взрослый человек с жизненным опытом, действительно смотрю. Прямо действительно смотрю. Раньше, если она для меня красивая, все. Она богиня, она лучшая, все. Она моя будущая жена и всякое такое. Вот. Сейчас уже не так. Сейчас я повзрослел. И я испытал любовь. Я испытал настоящую любовь. Я испытал брак. Я испытал это счастье. Это было очень классно. И я, ну, я нисколько не жалею абсолютно ни о чем. Все было классно. И мы с ней, с Тикеей сделали правильный выбор. Что, когда решили быть вместе. Что, когда решили разойтись. Абсолютно нормально. Вот. О чем я говорю? Я забыл. Меня куда-то занесло в другое место. А, дружба. Да, да, да. Да, не все, в общем, для вас будут идеальными романтическими партнерами. Это абсолютно адекватная, нормальная вещь. И все. Я не знаю, какого вы возраста. Возможно. Ну, звучит так, как будто, ну, вот вы ребенок еще. Подросток, может быть. Вот, как я думаю. Подросток, либо ранние 20-е годы. Там 20-21. Вот так вот. Да, у меня много абсолютно платонических подруг. Абсолютно платонических подруг. Так странно звучит на русском языке. Но это абсолютно нормально. Мне интересно услышать от вас. От всех вас, слушателей и криперов, зрителей. Потому что вы подсматриваете. Поняли, криперы? От зрителей. Напишите в комментариях под этим видео на YouTube, что вы думаете на тему дружбы между мужчиной и женщиной. Мне, на самом деле, интересно, что вы думаете. Я знаю, что я думаю. Я вам сказал. Мне интересно, что вы думаете. Какой у вас опыт. Напишите. Мне очень интересно. Я обязательно почитаю. Спасибо вам большое за то, что вы были здесь на очередном эпизоде в выпуске подкаста «Веня Пак ничего не знает». И, как всегда, Веня Пак ничего не знает. Но Веня Пак на самом деле, кстати говоря, знает все больше и больше с каждым эпизодом. Вы не заметили? Шучу. Не, не шучу. Так есть, на самом деле. Вот. Вот так вот. Спасибо вам большое. До меня уже домогаются здесь. Поэтому спасибо. Мы поговорим чуть, может, глубже про дружбу между мужчиной и женщиной. Я, может быть, раскрою вам, наконец-то, все подробности моей текущей жизни сейчас в этом плане. А может и нет, кто знает. Но спасибо большое за просмотр и за прослушание. Увидимся с вами в следующий раз. Хорошей вам недели. Увидимся через неделю. Bye.